шо петелька жрать хочешь они хера тут жрать не придумали собачьего корма для этой игры так да в прошлой серии добрались иначе до этого города даймонд сити да его называют ничего не путаю бриллиант да бриллиант город это торговец да а так когда ты меня не пускал сюда обсаженный какой-то я не лгу простите я не лгу санай агата хоса плачей камин и tomorrow да у меня харизма не так много да странно вроде очков прилично харизму кинул бля ты чё такой любопытный чувак он походу сам ищет чё в ебать ему по вене блин судя по его лицу думаю вдруг мы ищем одно и тоже мальчик мой сын я не буду всем рассказывать что меня есть сын инфин бой у меня есть большие намерения влупить этой репортерша я думаю они на я думаю отцов-одиночек не очень жалуют подкупить сук а какой ты блять это как это сказать не подкупный бля принципиальный вот я институт ваш уже зачистил институт все супер мутанты там бля подавись своими крышками мразь да ты просто пидор какой-то я не знаю я пиздец как с ним дела иметь господи умри в нищете тогда сволочь говно сраны у меня столько денег что мне уже класть некуда охрана сука ничего не очки даги что они отражают я не понимаю тут темно же в безумном максе по он такие ходили чувачки в кино так нет это невозможно предметы так от чего же мы избавимся от 10 миллиметрового пистолета это вообще самый обычный 10 миллиметровый пистолет какого хрена я его вообще таскаю пожертвую охране даймонд сити смотрите смотрите все равно все равно я все равно я не могу а я понял одежда же металлическая броня для правой руки например можно выбросить рейдерская броня до правой ноги можно выбросить холщовый капюшон с трубкой можно выбросить обручальное это оставлю может газетчица сделаю предложу ху я вообще не врубаюсь слушайте почему до сих пор перевес полетать колечко выкидной нож можно выбросить охотничий компенсаторный у меня мне кажется коктейлей молотова слишком много они он весят по 0 528 это уже 20 в 10 то есть больше 10 сколочные мины которыми вообще не пользуюсь на пистолет пулемет сушить вот интересно чем какими патронами и херачит пистолет пулемет непонятно каких-то 101 у него какие-то мне кажется особые боеприпасы которых у меня больше нету окровавленный костыль но буду ли я когда-нибудь драться здесь в рукопашную я не знаю сомневаюсь я что-то на помощь хлам бутылка из-под ядер колы не буду же их сдавать ходить просмотр компонентов смотрите-ка керамика надо все это просто вывалить в верстак в редрокет было надо здесь я не знаю если у меня вообще верстак здесь свой будет ли он у меня у меня есть камень бухалова то еще странно я вроде все сварил приготовил однако все равно у меня здесь почему-то радиация о петюльку не хватает чтобы левел получить петельку прям я уже забыла же где я видел двери на сложных замках которые хотел открыть заморозка я помню в комментах уже написали как по читерному вытащить этот замороза живущий ствол оттуда но интересно ли будет после этого играть с этой пушкой если она заточена на конец игры сомневаюсь я уровень у драковой пух хвост у дракона в dark souls и не стал ради меча отстреливать а мне очень нужно было оружие что уж говорить о том что я конечно же не пойду вымораживать этот замораживающий ствол таким путем хакер принять беспонтовый в бою но полезный по-моему это мегатонна control c control v просто практически мегатонна только ночь похоже на мегатонны ой так это пайпер это ее сестричка над нет за ее сестричку срок дадут больше чем вешу нахрен нужно о и модница кэти жон такую стрижку меня называют мусорщик стрижка ну-ка я хочу быть как элвис как элвис я как пресли давай мне прямо в каске стриги под горшок называется о я растительность на лице может поменять да здравствует редактура персонажа шик учитель регионе дегенерат есть о мефистофель головорез дуэлист красавчик плут конкурс поэтов бля я не могу конкурс поэтому ожог на щеках ожоги крепкий орешек что-то не помню брюса виллиса вот такой херни уличный боец это не уличный боец это собакевич ёптать надо назвать нахлебник лепрекон сердцеед чё сердце это не трудный путь через зону блять на одинокий странник сломанная бритва маджахет о боже какой мужчина манипулятор ли это диего какой-то уже у испанил так нахер мне нужен одинокий странник я до . стиль тавро наемник потрясающий интеллект а его и стрижку называют мусорщик ёптой мать а я вот это что к к к к ползун мучачо блять традиционная ярость счетчик гейгера средний возраст какой-то средний возраст это блять лапеция нахуй последнего левела уже и путь средний возраст лагерь подготовки твою мать ронин ох ты ёпт твою мать ну пиздец вот это мануэль чар смотрите это назад же дак я понимаю как башку это повернуть да ронин хуёнин то он у него хвостик сзади вот без хвостика тоже за овощи классно альфа самец о колониальная хвостик ваще отстой гаражная группа это уже антигерой битник не антигерой понравился он похож на этого блять дани из зенита стал цвет может покрасить ой да впи в пелемешку прости господи один хрен явно в каске у меня когда-то были длинные волосы прям до плеч отрастил я ебал за ними ухаживать как отрастил так и сбрил нахуй брат у меня они еще суки виться начали блять они когда росли были прямые а когда отросли длинные сука их стало загибать на концах но это уже было вообще нихуя не не ни хрена не рок не готика как негатив не готичная не роколыж на блять это была какая-то уже хуйня-муйня причем причем виться стала ровно половина блять правая половина волос внизу она загнулась вправо а левая висела прямо ей будет мутация такая что долго сука их отращивал бля вообще ёпты это года полтора наверно надо вообще не стричься пиздец поиск шона это что такое еще работу в бейсболе нахрен нам надо а он чё-то продает начата дорога к свободе арбуз бейсболка какая-то чё партия древесины какой-то странный продавец смотрите заточенный красный мухобой это нихуя мухобой такой синий шлем визболиста да ты отморозок как быть чё с каждым может побазарить что серьезно стволы походу оу о ты тоже латинос чувак я это опу блин индус опу владелец магазина из симпсонов ай-бай брат у меня пропал синь о пропажа сина горе для каждого индуса если вчера у тебя было десять сын сегодня уже девять сын а что завтра у тебя будет восемь сын никуда не годится артуро да а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а ам-чет-е-кью-комurs актарел ам-чет-е-кью-комасс неградо он заходишь в этот вы эти большие города в таких играх блять опять бафот закончился ёптить спасибо бедро тебя пожалуйста найдешь помаду приноси у моей жене на лбу стерлась . оружейные верстачела мне бы не вооружение верстачела все свалить а в верстачела крафта мирно ты кто такая но вот побазарили твоя любезность не знает границ основная база станция обслуживания брони отстойность в том же ситуации что моя броня осталась в редрокет может и сюда перенести устроить здесь что-ли по льбу так надо идти в редрокет короче тащить сюда и броню мою тащить и хлам выкладывать чтобы дойти до редрокет сука опять надо бафут бахать ой надоело у вас возникла зависимость заебись что может быть лучше но это чё за терминатора это царите этот из футурамы который этот робот маньяк с ножом ты который всех тыкал лицо чисто такое же безумное как у него него даже он сердце с кишками сделали офигеть когда уж такие враги начнут что силовая броня лучше довоенное средство впервые она была применена еще в анкоридж конец загрузович о ой а че здесь такое здесь кого-то второй конец света случился ничего тут стрёмно так вот моя бронька опять что за херня почему здесь откуда здесь радиация так мои предметы мое оружие одежда моя помощь мое разное мой хлам сохранить весь хлам мои модификации откуда это ними взялись интересно мое разное журналы которые бонусы да но это ничего не весит конец то блядь я разгрузил это говнище я вообще-то хотел вставить ядерный блок твою мать какая в жопу разница или все там не украдут потому что даже сохранюсь на всякий случай хотя в жопу разница у меня где-то там еще есть какие-то детали отдельные от этой брони у рейдеров отобрал сейчас у меня все будут уважать хули бронят от версачи жаль что опять в дальнем углу о майор главное чем хорошая сила и броня тем что не надо свою снимать я ж твой брат черт происходит он синт ой блять охранник его вальнули о кукуруза по моему ты только что сказал как робот саркозну кая а это у меня такой голос аннатисы это только макия к кауны армии беседе на вряд ли я мог остановить это дерьмо да бывает епси так станция обслуживания брони на какой нахер и чё блядь а как почему она не снялась ты из меня ни хера не понимаю как это блять работает все выложил один хрен а башка где почему броня другая на мне жаржа а да пошло все в задницу даже не хочу разбираться хуй ты какой-то борода иванова наёптать где доктор то чё он не на посту токаха си не ничем осё китайский робот нанесем оси да и так ааши попробуем да я чашка слабшая цена 52 за штучку что да ну тебя нахер твоя лапся быть риском дорогая до куска дельма сделанного из муки и риса что-то я смотрю что все отсюда куда-то пропали никого теперь здесь нету уже не верстак да нахер чё тут собственно на карте то можно чуть посмотреть локальная карта бля это локальная карта вообще ничего не дает подвал подвал мясо хранилище дом поле школа открыть блин сейчас загрузкой начнем да а потом на выходе опять загрузка это пипец эту игру конечно надо было либо на консоли играть либо на ссд-шку на пистолет мисс энда мистер цвики альтера 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 говорю я пока запускаю смартфон из калькулятор где он 15 умножить на 12 равно 180 так и думал она по-французски лопочет с акцентом любовь не знаю если у тебя такое гнездо им нужна любовь конечно нужно где она слезы то увидела ее сука лучше бы с тебя утюг собрали ой робот любит человека походу ты о ком сейчас обучить или на это блин один из классических каких-то безумных квестов лаута походу начинается любовь все прядь конечно какой-то невежимый надеюсь когда ты будешь ссывать свой член в этого робота тебе его там защемит попробуем-ка посмотреть что за вид тут с крыши школьный автобус на крыше как не сюда поставили обратите внимание что это желтая желтая коробка в кровище абсолютно типовая она всегда почему-то одна и та же в одних и тех же брызгах винт пиво это не у нее не мистер учитель ли тут и подхерачивает часом а у меня интересно я могу спуститься до могу рынок рынок говно конечно купить ничего нечего абсолютно покупать о доктор что вернулся судя по его лицу он поход только депрессию может вылечить генджубасом еще работу папоротник мутант пошел ты на хер Мутированный ферн. Круто. Да, понятно, зачем он ему нужен. Ты имеешь невероятную структуру. Пошли за мегасердерию иногда. А, вот медик, ёптвою макарь. Новую карту заводить в телевизионную бровь с недоромами. Ты хочешь пластику лица сделать? О, можно? Что за падла его там отвлекает? Сейчас мне нос надо к жопе пришьют, блядь. А что такое, где доктор Крокер? Метод лечения. Вылечи меня. У меня зависимость. 75 крышек. Пиздец. Так ты стимуляторами ты продаешь, Эй. Я уколы и сам себе умею делать. Теперь, есть ли еще что-то, что-то беспокоит? Это было все. Хорошо. Не разрушай моё трудное работа, если умер везде. Доктор Крок. Где тут доктор Крок? Я бы хотел поменять лицо, честно говоря. Давно хотел стать негром. До детективного агентства Валентайна. А, надо же к этой бабёнке зайти. Которая газетчица. Бесплатная газета. Чё за институт-то? Институт? Ты не слышишь о институте, мистер? Они взятят людей в ночь, и никто не слышит от них опять. Это всё в письме. Попробуй читать, пока они тоже собирают тебя. Прикольно, сестришка, и мозги прополаскала. Я верю тебя. Спасибо. Ты настоящая лапша в доме Валентайна, мистер. Капсдец. Где твоя сестра полоумная? О! Синтетическая правда читать. Октябрь 2287. Синтетическая правда автор Пайпер Райт. Лапша. Мы все её едим. Мы все её любим. И энергичная лапша Даймонд. Сити утоляет наш голод вот уже 15 лет, начиная с механического звучания запрограммированного японского языка Токахаси и заканчивая ароматным паром над каждой миской и обжигающим вкусом. В каждой порции заказ употребления лапша одно из удовольствия, объединяющих множество людей. Но так ли это? Тот же самый вопрос я задала себе, сидя за стойкой в энергичной лапше. В прошлую среду, чуть позже 17 часов и наслаждаясь ужином, как и много раз до этого, тогда я заметила, как наш мэр Макдонах сел на табурет и приступил к такому же самому ритуалу. Вытянул правую руку, открыл рот, начал жевать. Да, употребление лапши удовольствие, знакомое практически каждому жителю Даймонд-Сити. Должно бы, так же считали жители Даймонд-Сити почти 60 лет назад. Необычайно теплый майский вечер 2229 года, сидя на той же самой стойкой. Но это было еще до токахаси его лапши, когда в этом баре подавали ледяную ядерколу, пенистое пиво и крепкий виски. Бармена звали Генри. И тем вечером он обеспечивал посетителям простое человеческое удовольствие, алкоголь, курение, разговоры и смех. До тех пор пока не случилась трагедия. Среди нас немного людей, которым возраст позволяет помнить тот вечер, хотя некоторые из городских гулей могли бы многое о нем рассказать, если бы их всех не выгнали в соответствии с указом мэра Макдонаха номер 2282. Но есть среди нас один человек, который помнит события этого вечера и помнит очень отчетливо. Всем уважаемая Юстас Хоторн, которая поведала свою историю в эксклюзивном интервью общественным событиям. О да, я была там, сидела прямо у стойки, как ты сейчас сидишь передо мной. Мне было года 22, я просто хотел отдохнуть. За стеной я была в безопасности, как и все мы. Так что могло случиться? И должна сказать, пока рядом был мистер Картер, я об этом даже не задумывалась. Он приехал в город в тот же день и сказал, что прибыл откуда-то с запада. Меня это не особо волновало, меня интересовала лишь его улыбка, его смех и то, как рядом с ним всем было комфортно. Тем вечером в баре мы окружили его, всем хотелось перекинуться с ним словечком и пошутить, послушать байки о содружестве. И мистер Картер был только рад. Нам все было так чудесно до тех пор, пока все не кончилось. Юстас продолжала свой рассказ о том вечере и моменте, когда положи, блядь, положение резко изменилось и все узнали про мистера Картера. Мы пили и болтали, и вот уже часа три. Мистер Картер за это время выпил 4 или 5 рюмок. Он казался немного поддатым, как и все мы. А потом вдруг что-то произошло. Он улыбался, но в одном мгновении вдруг улыбка исчезла с его лица. А его щека начала как-то странно подергиваться. Я помню, как смотрела на него. И помню все, будто это было вчера. Он сунул руку во внутренний карман, достал революбер, вдруг бах, выстрелил Генри бармену прямо в голову, даже не моргнув совершенно каменным лицом. Мистер Картер убил Генри так непринужденно, будто платил за выпивку на его щека, так и продолжал дергаться. И я тебе скажу, с этого момента начался самый настоящий кошмар. Разумеется, Юстас описывает печально известные события под названием «Треснувшая маска», когда народ в Содружество узнал, что Институт, призрачная научная организация, выпускавшая боевых андроидов, создала модель андроида, которая легко могла проникнуть в человеческое общество. Жители Дамон-Сити даже не подозревали об этом. Но каким-то образом Институт превратил своих андроидов в настоящих синтетических гуманоидов. Синтов! Убив Генри, мистер Картер выстрелил в трех-четырех других людей. Как я уже сказал, начался настоящий кошмар. Подбежали охранники, открыли огонь, и мистер Картер продолжал стрелять. Валил людей направо и налево из волыны. Наконец охранники его застрелили. Было такое ощущение, что они убили человека, у которого крышу сорвало, который сошел с ума, и он лежал там, как мертвый сумасшедший. Боже! Это было ужасно. Но потом мы увидели пластик и металл. Видишь ли, это был один из первых синтов. И мы поняли, что это вовсе не человек. Именно тогда мы все поняли, Институт не просто существовал где-то там. Теперь он был повсюду среди нас. Никто так и не узнал, почему синт, известный как мистер Картер, стал убивать людей. Кто-то считает, что им дистанционно управлял институт, который хотел испытать его эффективность в бою. Другие говорят, что у него произошел сбой, гипотеза, в пользу которой, говорит Тик Щеки, и изначально он не должен был никого убивать. Однако в этом деле вопрос, почему, вряд ли имеет значение. Важно то, что в жизнь людей с отружества проникла организация, намерения и мотивы, которые были и до сих пор остаются загадкой. Что возвращает нас к лапше? А именно к лапше, которую ел мэр Макдонах вечером в прошлую среду на том самом месте, где мистер Картер забарахлил и безжалостно убил несколько человек, потратив несколько часов на удовольствие, которое жители Даймонд-Сити считали привилегией человека. Они ошибались. А мы? Еб... Ну и текста, бля, пойду перекуриваю, это пиздец какой-то. У меня уже язык реально, блядь, устал, как будто я языком гантелю, блядь, накачивал. Честно говоря, я не понял, каким хреном она приплела сюда мэра. Да, был синт, да, институт есть. Я был в этом институте и убивал синтов направо и налево, но при чём тут мэр? Украсть канистры. Офис Пайпер. Это офис? Пайпер, по-моему, как-то переводится, то ли газета, то ли бумага. Ньюспейпер. Ньюспейпер газета. Так, чё тут у нас, блядь, узковато, вдвоём не влезем. Валетом или как? Комбез, чё за комбез? А если бы на мне была стальная броня, то бы меня как назвало, интересно? Я хочу интервью. Твоя история жизни в письме. Я думаю, это время, когда Дамон-Сити у меня была немного отсюда перспектива на коммунистах. Ты делаешь это, и, эээ, я скажу тебе что, я приду с тобой. Смотрим твои стороны, пока ты привыкся к миру above ground. Так, что... дать интервью. Ну, давай. Хотя я бы на его месте поторговался, спросила ты мне что. Как там всё было? Да там всё было просто пипец как было, очень классно было. Моя семья и я были влезаны. Я не провел много времени в бобе. Пусть... Они выкрулили в бобе? Всего времени? Ты говоришь, что ты был живым во время войны? Да. Я более 200 лет. О, мой Бог. Человек из времени. Так, ты видел коммунисты, Даймонд-Сити. Как это сравнивает с твоей новой жизни? Веселюсь, взрывая всё вокруг. Отстой. Я был очень веселый, выкручивая вещи, чтобы подумать о ней. Ты должен сделать мою работу тяжелую, да? Ага. Хорошо. Если это цифра, это цифра. Это похоже на задание из третьего Фоллаута, где надо было энциклопедию по выживанию написать. Кто это? Шпион. А, Шон. Член семьи. Это ему тогда года не было. Хер знает, сколько ты ещё в заморозке просидел. Ой, блядь, какой нахуй институт? Как вы меня задолбали. А, кто это? Это, Блю, это самый крупный мистерий в Коммунике. Никто не знает кто или где они но их работа все осталось. Синтез. Синтезные люди sent от их хирурных лабов для делать институт. Иногда даже они заменят человека с синтеза. А маленькая... Не все, что-то ошибается в институте но там всегда есть возможность. Обещание Дэймонд-Сити. А я должен пойти решить вопрос. Найдите виновных. Странно, что ты ничего не записывала, правда. А, так вот про какую спутницу все говорили. Дай мне знать если есть что-то, что я могу идти в мою сторону. Ты уверен, что ты хочешь путешествовать с мной? Ну, это то, или я вернусь в написании книги. Я думаю, книги можно ждать. Конечно, давайте. Поехали. О, извините, чувак. Время, чтобы уходить. Эй, чувак. Давай, чувак. Время, идти. Хилл, сперёг, усекло. Да мне насрать, куда она денется. Пошла она в задницу. Мы с собакой уже сработались, а этой дуре теперь снова давать оружие. Нет, они, конечно, говорят, что... Многие пишут, что... Типа... Лучше взять робота или человека, чем собаку. Тем более, что у Пайпер, вероятно, появился какой-нибудь квест бы, связанный с этим институтом. Не знаю. Я вообще не понимаю, почему в этой части спутника только одного разрешают брать. По-моему, в прошлых частях двое спутников было всегда. Один вот такой, типа там робот или собака, и человек ещё в довеске. Странно как. Это, блин, точно вывеска декативного агентства, больше на секс-шоп похожа. Я сказал тебе, что твоя успеха не пройдет forever. Это детектив такой? В кедах... Кеда, не болей! Бинтиком замотал. Я знаю, что ты должен быть busy, но я не беру много времени, мисс. Это важно. Знаете, я что-то не вижу побочных квестов, и довольно давно их не вижу. Я думал, мне Пайпер сейчас что-то даст, но ни хрена. Попросить денег. Хе-хе-хе. Да ханяга Малон, это ещё кто нахрен такой? Из добрососедства, ёпт-ю-мать. Ну и клан у них. Пора пойти пострелять, а то от всех этих текстов и диалогов, блядь, у меня голова болит начинает. Пожалуйста, быстро. Жемчужина Содружества выполнена. Половину левела получил только за то, что в этом городе поговорил с несколькими людьми. Шикарно. Так, посмотрим, где этот Валентайнов день. Очень рядом с... А, института у меня нету, смотри, как странно. Хотя, я помню, что я там был. Рядом с... Боевая зона. С корпорацией Галлюциноген, в которую я добирался ровно две серии. Хоть не зря это делал. Так, а он тут прям совсем-совсем рядом, походу. А, у меня метка до сих пор стоит на эту хрень, ёптвою мить. Здесь метка работает так же великолепно, как этот крестик целеуказателя в Бэтмене. Собака, ты идёшь? О, ну эта собака так жалобно на меня посмотрела. О, радиостанция Серебряного Плаща. Ты ещё, блядь, кто такой? Учитывая, что субтитров всё равно нету, извини, чувак, но пошёл ты нахер. А, а квест дали, вот так вот. Ёбаный в рот. Ты ещё что за хрен такой? А, блядь! Это супернута. О, блядь. Ты, блядь, ничего себе, это чё за херня началась? На нахуй, ёптайся, отлично, бой. Бой удался, я ебой, это чё за хер вылез такой? На тебе, блядь, серебряный плащ, ёптаю мать. Сука, нихера себе. Но у меня есть план. И ещё вот это, та-та-та-та-та. Сейчас, сейчас, сейчас разберёмся с этим, блядь, чувачком. Остла только вот этого выключим, нахуй, чтобы он не мешался. Так, как минуту поставить? У меня тут мин до хера. Осколочная мина. Собака, отойди, если, блядь, на тебя задетонирует, я тебя сам, сука, убью. Так, мы будем бежать куда? К автобусу. Стрелять в него, из чего мне предлагают? Из автомата Томпсона, конечно. Надеюсь, эти мины не взорвутся разом. Будет очень печально, если они... Нет, они не дезонируют. На меня, но расстояние у них, конечно, очень... Нехорошее. Да нет, должно нормально быть. Вон этот петух. Лебедь. Почему, интересно, он лебедь? Молотов в кола. Урон 300. А молотов в коктейль. Что-то не вижу, куда у меня... А, вот. Урон 50. Давай, петушок. Вот. Ну. Давай, давай. Ну что, мина-то где? Непонятно. Раньше, кстати, в оружие можно было стрелять, а теперь почему-то нельзя. Собака неугомонная, блядь. Нарывается без устали. Да, это место просто создано, чтобы его замочить. Псина под замес попала немножко. А, он ходить уже не можешь-то? Кажется, я его как-то по-гейски убиваю немножко. А, вон у него лебедь здесь сзади. Блядь, и что, на него квеста не дали, что ли? Я не понимаю. Ну, он что-то не горит, походу, нихера. У него в голове здоровье осталось совсем петюля. А, мина-то, походу, все-таки сдетонировали единовременно, как я понимаю. Уровень 50 у него, ёпки, ну, я такого здорового шатаю. Чисто тактически его убедил. Воу-воу. Изи, изи бой. Как-то ты скучен, чувачок. Ну, кого ебёт чужое горе. Я же не нашёл. Вылез, блядь. Сука, вы живучая мразь, а. Ну, чё-то в левую ногу. Дамаг не проходит, странно. В топор попадал, что ли? Ой, блядь. Да. Такой бой, кого хочешь, заебёт. Чё у меня там есть? 0,8 топ-то за него всего дали. Дерьмо какое. Яростный силовой кастет. Урон 45. Увеличение урона с каждой и последующей атакой одной и той же цели. Обломки лодки лебедя. Тяжёлая металлическая броня для правой чего? Так, подождите, где мой супер кастет новый? Надо было на нём ракетницу испытать, сука. Так, для правой ноги, да? А у меня сейчас чё, на правой ноге надето? Хитроумная броня для правой ноги у меня одета. К ловкости и восприятию, которое плюс даёт. А это зато... Весит, как хер знает что-то. Дайте хоть посмотреть, чё, как ансострант хоть смотрится. То есть тут броню вон. Не важно, что она у меня комбинезон одет. Тут броня собирается в этой части по отдельности. Да. А вы говорите, одень нормальную броню, одень нормальную броню. Эта броня вообще ни при чём. Да. Ни херного я чувака завалил. Но опыта за него что-то вообще не дали. А вещь из него выпала вообще какая-то убогая. Так что ничего страшного, что он умер смертью нехрабрых. Чё-то написано, что ли? Keep out. Катамаран. Ну, понятно, он тут оккупировал это болото. И тусил тут. Что? Дневник садовника? Это что за локация такая? Ну, раз, раз, наткнулся, надо зайти посмотреть. Может, тут люди живут? Может, тут гули? Что-то гули и давно не видно. Оу. Чё-то тут какая-то нездоровая тема, по-моему. Кстати, а собаку, как я понимаю, к мини-этменам не отправить было. Ох, ни хера себе. Отравленное вино. А кто их отравил? Я уже думал, что они бухали до последнего. Су-ка, как мне надоели эти сейфы, бля. Может, компьютер сейф откроет? Блядь, ну как мне надоели компьютеры, бля. Вот вори должно быть по-любому, но я очкую, что, блядь, заблокируется. Найс. О, политика членства клуба. Членство в клубе Бойлстон распространяется на следующих лиц. Действующие бывшие президенты, вице-президенты, сенаторы и судьи Соединенных Штатов. Настоящие бывшие губернаторы и вице-губернаторы Сотружества Массачусетса. Наследники мужского пола, членов клуба. Другие выдающиеся представители общественности, номинированные членами клуба. И согласившиеся платить ежегодные взносы в размере 500 тысяч долларов. И, твою мать, за то, что бухать и в бильярд играть? Канадские сигары, мимолетное увлечение или вечная страсть. Дегустация для членов клуба с участием мастера, табачника Ричарда Газьера. Особое мероприятие добавлено. Мемориальный вечер, бесплатная еда и напитки для самых стойких. Вот, походу, они и померли все. Красная угроза, вина Азии. Понятно. О! Управление с замком. Прикольно. Заведение закрывается и все. Все, что он сказал. Бред какой-то. Котелок. Отравленное. Кто их траванул-то всех? Есть какой-то квест? О, чудо-клей ни хераси. Почему книги обгорело, если здесь пожара не было? О, диван. Можно сесть. Ну-ка, пацаны, подвиньтесь, каёпты. Всегда мечтал побыть членом элитного клуба. Не знаю, что это. Это какая-то, блядь, отсылка к чему-то, наверное, которую я просто не могу понять, потому что не... Не знаю, к чему. Ничего в голову не приходит. И зачем отравленное вино мне нужно, я не знаю. Ладно, пошли отсюда. Может, кого-нибудь можно будет вином угостить потом? Ну-ка, съебала отсюда. Одну возьму на память. Пошли. Хотя может здесь остаться. Все нормально, петели. Это была очень странная локация. Напишите, если у вас есть какие-то ассоциации с тем, что это сейчас было. Может, на какой-то фильм отсылка или... Еще на что. Опять туман спускается, как я понимаю. Порванное письмо. Михаил. Костюмы шкуры ротолени и спортивный костюм. Он что, в двух костюмах ходил? Суть страны. Михаил. Наверное, Михаила... Лебедь, наверное, камнем угрохал. Ну, на поиске Михаила у меня задания нету. Ну, вот, следователь по пути свободы у меня задание есть. Что тут? Удары без оружия. Блядь, это самый уебанский журнал, который мог выпустить. Блядь, что такое? 85 радиации. Ёп твою маму. Не даром тут супер-мутант жил. Сучья, блядь. А в подземке, главное, рядом никакой радиации типа нету, да? Лампочка. Хотя, пусть будет. Она ничего не весит. Теоретически-то она вообще не добиться ничего не должна. Там просто в крафте, если я захочу основать свое поселение, отдельную серию и под это выделю, как я крафчу. Назовем Майнкрафт. Мне интересно, а здесь вообще будет какой-то другой поселок? Кроме... Кроме Минитменов будет поселок, где нужен крафт или нет? Я это понять не могу. Я говорю тебе, присоединить с Кириллой Малоной, это была лучшая решение, которую мы никогда не сделали. Посмотрите на это место. Я все равно говорю, что Малоной слабый. Мы сгиблили его детектива, а что он делает? Он закрепит его. Он не имеет баузы, чтобы просто убить его. Собаку спалили, мне кажется. Бам, жбан. Потому что я такой чувак с виду приличный, блядь. А это чей тут пердачок выпирает, а? Ты как страус, блядь, голову спрятал, а жопа хуй с ним, пусть ебут. Пусть ебут, лишь бы не били. Ау-ау-ау, че такое? На тебе, ёб твою мать. Для человека в костюме он неплохо пережил, как и Молотова, вам не кажется? Ферить. Вишневая ядеркола, настало твое время. Фаршированные яйца, ням-ням. Линейка. Ебать! Ох, нихрена ты подлетел. Сука, и зачем так делать-то? А если кто посрать, пойдет и забудет, что тут такая борода у вас. Забрызгает говном все стены только, блядь. Тактически укрепленный пистолет-пулемет. Вау-вау-вау. А где мой пистолет-пулемет надо убрать? Вот, тактически укрепленный пистолет-пулемет, это наш выбор. Это гуль. Гангстер гуль. Или ты его таким красавцем сделал? Термин, а он не запароленный. Купить билеты. Да, бред собачий. Нахрен тогда он здесь стоял вообще? Для атмосферности, наверное. Инфа стопроцентная. Плюс 150 к... Беспонтовый терминал, плюс 100 500 к атмосферности. Чудо-клей, забираем. Ведро мне не надо. Тайник с крышками. 18, крыша кто-то спрятал. Это мощь. О, очищенная вода законсервированная. Офигеть. Сложенный американский флаг. Ну пусть будет. Это для украшения, да? И тут еще, блядь. Ёпт твою мать, сложный сейф. Сука, как они задолбали своими сложными сейфами. Я чувствую сложный сейф, я только к концу игры смогу взломать. А они их тут лепят, ёптать, на каждом шагу. Двух метров не пройти, чтобы сложный сейф не увидеть. Двух метров не пройти, но я не могу. Двух метров не пройти, но я не могу. И так и убил в задницу. О-о-о. Нифига вас тут, ребята. Да, снайперские выстрелы, блядь. В режиме УАДС просто меня поражают. Диана Джонс, ты-то что тут делаешь? Тут и гули, и гули. И гули, и бабули, блядь. Что за херня? Какие-то сдружились. На тебе, в член, блядь. Держи его, петелья. Сука. Так, пиздец. Сука, это просто Санни Корлеона какой-то, смотрите, нихера. Сколько пуль в него всадили, а он всё живой, блядь. Вот, здесь есть калиматорный прицел, это я вижу. У этого оружия есть всё, кроме дамага, походу. Что это было? Они в бутылку попали? В летящую. Ни хуя себе крепкий орешек, блядь. Так, хорошо, я тебя понял. Кукуруза. Кексы весёлые, ребята. Охеренно они лечат, блядь, кексы весёлые, ребята. Просто офигеть. Жвачка, кариес надо подлечить тоже. Мозгогрипп, мясо-болотника с легким панцирем. Мда. Походу, в этой игре, кроме как стимуляторами, ничем нельзя лечиться. Ах, вот ты где, блядь. Блядь, очередями не попасть. Ебать тебя в руки, ёптую мать. Сука, главный герой просто импотент, криворукий, ёптую мать. Ну и осёл, блядь. Что с оружием делать? Мне стрелять уже нечем почти. Так, эту дверь мы запомнили. Надо посмотреть, что здесь. Просто метро 2033 дальше начинается. Робопони-лютик. Чё с робопони-лютик делать-то? Своего робота апгрейдить, что ли? Хладагент, вау. Такого ещё не видел. Скипидар. Так, хорошо, ладно, идём туда, в лёгкую дверь. Там, наверное, заперто как раз мой помощник в этой миссии. Шпион в плаче и шляпе. Давай ты нахер уже. Гарри. Гарри тики ту зимун. Сука. Ах ты говна кусок, ты посмотри, что сделали. Лазерный карабин тут поставили. Грязная вода. Сейф. Пиздец. Ну, конечно, сложный сейф. Чё же ещё-то здесь могло быть. Непростой же они поставят. Конечно, сложный. Ну, хоть не очень сложный, просто сложный. Мне там левел добить-то осталось. Ерунда. А это чё за говно? Опять терминал не запароленный, да? Купить билеты, блядь. Пизду. Чё за... Чё за... Вот нахрен они их расставляют, я не понимаю. Ну, прочитал я это. Пробежал взглядом это предупреждение. Ничего интересного. О, квантовая ядер-кола, что ли? Впервые нашёл, по-моему, в этой части. Сахарные бомбы. Помню, куда-то и в крафт входят, и хиляют. Чё это они там делают? Роют куда-то. На тебе, в бестолковку. Ваншот. КВ-2 фугасом бахнул. Знаете, в пузо пока не убрал. Петелья чё, блин, не могла его догрыть, что ли? Она чё, вообще урон наносить перестала? Петелья чё, блин, не могла его догрыть. Господи, задолбало тебя лечить уже. Пистолет, пулемёт. Понятно. Так, чё ещё здесь? Что, ни пупса, ни журнальчика, ничего? Это выход, понятно. Они-то чё тут делали? Где чувак этот, которого найти? А, убежище ковыряли, ты посмотри. А, и нравится. Интересно. Мешок цемента. Тьфу-ху-ху, е-ебо, сколько он весит-то? В кармане его носить, что ли? Управление... А, ничего не открыли. А, у них пип-боя не было. Ну, сейчас... Там, наверное, все померли внутри давно. 114-я. Ай, нравится.